Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 944. События дня. Серахов, 7.39. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. За 17 июля 2018 года. Они приблизились к столетию расстрела царя Николая II и всего его семейства и обслуги. В 13-м году только отпраздновали 300-летие династии. И вот так история повернула. Понимали уже все это. Никто не знал, что за этим стоит. На Голгофу пошла вся Россия. Вместе со своим царем. Царь был плохой. Кровавый. Такими именами его обклеили. Пришел хороший царь. Бог дал. Дал такого, что все стонало. Никаких переговоров, ни с кем ничего. Расстреливать, расстреливать, убивать, убивать, убивать. Смерть. Одна смерть царствовала. Каждый год сейчас сколько убивает, сколько беспризорных детей. Какие муки терпят по сей день. Вчера мы засчитали, ролик поставлю. О защите детей. До пяти миллионов насчитывают беспризорных. Но никак не меньше ста тысяч. В пятьдесят раз врут. Комсомольская правда. И комсомольская правда. Московский комсомолец пишет об этом. Войны были. Мировая война. Беспризорных не было. Почему люди другие были? Сирот разбирали. А здесь при живых родителях все смешалось. Там плохо было. Три-пять миллионов каждый год чистой прибыли людей было. К 2000 году по выкладкам Менделеева и Дмитрия Ивановича должно было быть около шестьсот миллионов. Что осталось? Какой змей Горыныч сожрал все? И понять не могу. Также голосуют из-за коммунистов. Бог отнял совесть, понимание жизни. Если нет будущей жизни, то смысл какой-то. Лопух на могиле и все. Даже со скотиной нельзя считать. Нигде нет, что волки сами себя истребляли. Нет этого ни медведей, ни львы, никто. Это люди. Стонало все. И кто хочет больше узнать, архипелаг ГУЛАГ. Читайте в полном. Издание сейчас вышло под редакцией Натальи Дмитриевны Сложеницыной. Сергей Егорохов пишет. Игнатий Тихонович. Поздравляю вас с открытием обучающего музея. Хотел заметить, что как вариант положительного исхода вашего судебного дела, может быть требование властей зарегистрировать этот музей. Требования властей. Не знаю. Я думаю, что необходимо. Дело в том, что этот музей совершенно не похож ни на один музей в мире. А они стандартно мыслят. Вчера пришло письмо, им на какие документы надо. Надо обслуга, чтобы за границу я там ценности не вывозил. Вроде так, это музейное. То есть ничего к нам не относится. Ну, указали адрес. Это сохранение исторических зданий. Да и зданий нет никаких. Как называли они нас курятники. А сколько людей, забота о детях и беспризорных всяких брали. В частном порядке. И 45 лет в лагерь. Вот так. Ну, дальше дело покажет, как. Некогда об этом думать. Будут они настаивать, не будет. Тогда спросите сразу, чтобы потом не пойти на попятную, хотя исправить все можно. Какими законами тогда будет регулироваться моя музейная деятельность? Они это и написали как раз сейчас. Если это закон о частных музеях, то самым нежелательным, как мне видится, будет то, что кроме обычной дополнительной статьи расхода, отчетности, размещения рекламы музея и надзора, это будет обязательный допуск в музей всех желающих без всякой дискриминации. Дело в том, что в лагерь-то относился уже на территории деревни. Тут вопрос-то какой. На территории деревни. А везде выстрелили при въезде в деревню, курить на территории деревни запрещается. Там в брюках и прочее. Так что в лагерь-то проникнуть, прийти, уже правила деревенские действуют. Вот еще какая тонкость. Так что нам ничего не придется тут придумывать. Приезжают все, милиция, полиция, все по форме одеты, в брюках нету, женщины. Даем платок, одевают. Еще тут такого нет. Бог делает. А чтобы так вот бунтовать? Ну, в лагере был один приехал. Его племянник был. Булдаков Антон был. А он Булдаков уходит, Владимир. За стол садится. Нужно, чтобы руки были закрыты до кистей. Но у меня было много, около 70 военных кителей. Когда расформировалось училище авиационное здесь, мне дали это все, постирали мы в городской прачечной. Я ему даю на наденье садить за стол. А почему я должен? Ну, сиди, выйдите за стол. Он вышел. Сидел, уже заканчивай обедать. Ну, давай. Человек такой есть. Потом, что я его надумал, ехать в Чечню. Зачем? Неизвестно. И исчез. Может быть, был как шпион, признан, да, расстреляли где. Мать его, Валентина Иванова, Фоменко. Она болеет сейчас. Ну, буквально доживает. Вот она ходила к Сурикову Александру Александровичу, бывшего губернатора Алтайского края. Как-то запросы сделать. Куда делать, он ничего не знает. Так и сгинул. То есть упрямый человек. Он у нас пообедал. Смирил себя. А дальше-то остается то же самое. Зло выборочное не бывает. Если зло есть, оно всегда будет лезть. И ясно, что его нигде нету. А у нее, Фоменко, еще и дочь была. И вот тоже, мать его, умерла, этого Антония. Интересно. Потому что, кроме обычных дополнительных статей расхода, вот я только приеду 10 октября в Барнаулу, тогда сам пойду и говорю. Писать, а что писать, когда они не знают? Норма написана и совершенно порядок не к нашему. Музей у нас не горшки, а опыт передать, как спасать детей. Спасать. О защите детей помнить. Речь-то идет о тысячах детей в частном порядке. Упирается все в одного человека. И коллектив, который работает, откуда приезжают, благословляются у священников, по нескольку человек. С другой республики, тогда с Казахстана, с Украины. Ну, разные-разные люди. Как это все построить и обеспечить едой? Еда, сон, безопасность. Что было интересно, это купание, лошади, доитющиеся коров, игры, забавы. Церковь, храм, благословение, богослужение. Все, это комплекс. Это большой комплекс. Еженедельная баня, стирка. Это все надо построить в частном порядке ни рубля от государства. И преследования будут. Вот в музее в этом есть сохранить то, что есть, и показать, можно трудиться. И в такое время, когда тебя... 15 комиссий краевых только за два месяца было. Это не игрушка, кажется. Каждый четвертый день мы только открывали ворота. И вот показать. Не подумайте, что опять искушаю, в кавычках, вас. А сопереживаю и тоже хочу смотреть на шаг вперед. Хотя, вроде, зачем переживать, если вы и так делаете все правильно. И на ваших ответах вызовом мы учимся. Ответы вызову. Действительно, вот мне приходится. Ролики такие выставлять нападают где-то. А потом проходит время, приходят и простите, мы не поняли. А я не буду не думать об этом. Я просто молюсь. Я вижу, как надо жить. Нас так учили родители жить. Так жили в России. Так учит Господь, Бог в первую очередь. Почтение к старшим, к родителям. Дети должны все трудиться, трудиться, учить. Они их косили. Ну, везде дети были. У меня показаны фильмы, там дети пилят. Мы сами себя обеспечивали дровами. Электричества еще не было у нас в лагере Стани. А все уже было. Все. Шить учились дети. Каждый пятницу костер, картошка, песнопение, привозят музыкальные инструменты. Все интересно. И вот этот музей сохранить, раз лагеря теперь нет, а приезжают люди, мы уже выставили один ролик. Он малую часть затронул. Как показать? Не знаю. Мы тоже начинали восстанавливать деревню, не знаем, как это делать. Ну, где-то кто-то был бы, поехал, поучился, а нету. А вот теперь есть где приехать сюда, посмотреть, из чего делается, подсобный материал. Ну, просто все показать. Охрана ночью, охрана днем. 45 лет ни одного повреждения. А разные игры по деревьям лазят, учил всему этому. Сбор ягод. Ну, просто надо это увидеть. Вот печи. Ну, все-таки как сошлось, что брат священник. Мне не надо некуда выписывать было, освящение идет. А работать люди сами приезжают и просятся принять бесплатно. Ну, накормить я должен. А первое время приезжали со своим хлебом, у меня ничего не было. А потом уже есть возможность. Появились люди, помогающие. Хорошие знакомые директора, мэр города, губернатор, прокурор края. Я перечисляю. Начальника отдела юстиции, генерал-лейтенант Проценко. И все. И в краевой администрации. И от КПРФ помогали даже. Бывшая секретарь Центрального райкома партии Ремнева, Надежда Степановна. Доброй памяти. Она живая. Все помогали. Все видели дело очень необычное. Какие дети. Родители буквально не узнают. Отшатываются. Это мой ребенок такой стал. Наркоман был. Ну зачем бы прилетала из лондонского Кэстонского института Ксения Дэннон. Услышала. Ей дали сопроводительного с Останкина. Это о чем-то говорит. И она приехала и сказала в конце. Говорит, мне в половину не рассказали о вас. Как это можно таких успехов добиться? Профессор психологии живет здесь. Исследует. Мы чего-то стоим, значит. Исследует. И пишет. Главный движитель лагеря. Тирея с большой буквы. Любовь. А у меня строго было. Физическое наказание. Я там говорила. Она была в уставе. Ну какое физическое? Платочка нет. Пробежать надо там. Ну разное. И прокуратура все это расследовала. И говорит, а там все символически. Никакого наказания нет. Хотя наказание было. Материться. Положу крапиву на вот. Проведи губами. Чтобы запомнил. Все его убыло. Убили его. Взяли в Чечню. Нет, конечно. Златоуст говорит так. Душа связана с телом. Что если мы наказываем тело, то вращуем и душу. Безбожники. Все развратили. Поубивали. С лишним миллионов людей. И теперь они благодетелями пытаются защитить детей. Ивенальные лестницы. Отнять там. Ну нападают просто так. Но у нас нигде никого не отняли. Из наших детей ни один не попал в армию под дедовщину. Ни один. У меня племянники все служили. И в Германии. Алешка Устинов. Тот в президентском полку. Как их исследовали. Тут по домам ходили. Соседи расспрашивали. Кто он. То есть военкомат уже здесь готовит. Видимо указание такое. Вот. Вчера мне пишет. Вспомнился на неделе эпизод. Где вас вроде как сначала не пустили в один храм в Риме. Переночевать просились. А когда пристроились на улице. То полицию вызвали. Не помните что именно за храм был. Я отвечаю. Да именно в Риме это и было. Храм святой Екатерины. Приехал настоятель вроде бы. И вытурил нас среди тьмы. Якобы бояц легионеров своих. Но с ним был человек. Который впереди поехал. И показал. Где там можно притулиться на ночь. А вот в туалет негде ходить там. Ужас. Отвечает мне. Прямо даже приехал. Не там был. То есть он дома был где-то. Ему сообщили. А там дерево растет между забором у них. И деревом. И с двух сторон там. Ну не знаю. Образно сказать. Спичечный коробок наверное пролезет. Нет. И Николай Крущин сумел туда машину затолкнуть. Нигде не занимали ни копейки. Тут растянули палаточку свою. Такую на полу. Как до Стархантов. Поужинали. Ну все как надо. Все нам ездили. А куда ходить. Ну а рядом тут заросли такие. С собой лопатка у нас. И нигде ничего от нас плохого не было. И вдруг он приезжает. И никаких. Уходите. Уходите. Мы показываем документы с печатями православные. Никаких. Вот она напишет. Так и было. Да. Именно так и было. Позвонили в ворота. И вышла женщина там. И мы о себе рассказали. Документы наши чистые. Показали. Мы из России. Из благовестия. Она видать позвонила этому ревнителю. И хуже приема не было за всю поездку от океана до океана. Но зато библиотеки тамочные. То есть в Риме. Государственные библиотеки. Я книги дарил везде. Нас как будто ждали. Очень приветливо были. И сфотографировались. И главный. Ни одного слова по-русски не знают. А мы по-итальянски не знаем. Ну так по-английски. Переходной. Отвечаю. Этот храм под прямым правлением патриарха. И там в нем столько намешано. Всяких структур тому подобное. Да, это так. Пишет Андрей Александров. Мир вам, Игнатий Тихонович. У меня к вам просьба. Запишите, пожалуйста, на видео в хорошем качестве. НД. Как вы молитесь. Без разъяснений. Просто одним кадром. Три святые. Сто поклонов. Подобное видео есть. Но они в плохом качестве. Или с Никитой, который кривляется постоянно. Портит кадр. Прошу вас, Игнатий Тихонович, сделайте милость. Такое видео будет полезно многим, кто спустя годы захочет помолиться вместе с вами. Снимите, пожалуйста, со штатива. И без помощников в кадре. Они только мешают. Ну, без помощника не знаю. Надо показать. И все-таки окружение. Где написать? Здесь это или там у нас столовая. Я имею в виду это. Постараюсь сделать Андрей. Помолитесь об этом. Вчера, вот, что, вторник был. Утром рано я побеспокоился. Отправили, не отправили ягоды больным в город. Уже в 4 часа. Я тут скорее к Барабашу. Он едет. И все-таки оказалось, вишня и крыжовник не были отправлены. Но так, как же так, я говорю. Это же для больных, для Бога, выговорил тот своим. Кто виноват? Вчера пошел опять везде искать вишенку. Крыжовник-то еще не созрел. Но все равно отошлю в следующий раз. Помните, для Бога это. Отослали клубники по ведерку. Ну, ведерки такие там 5-7 литров. Не знаю даже. Сейчас-то в таком тоне они 5-7. Это так. Так у нас же котеликом не называют. Настоящее ведро это 15 литров. У нас ведро-то такое только в бане. И опять поехали мы. Пошли. А кто-то поехал. Сергей Павлович Пупков повез на клубнику. Это клубничный год. За 4 года вроде бы раз так и такое бывает. Ну, столько. Ну, берешь-то по одной ягодке, медленно все. Ну, и набрали мы сколько там вот этих котеликов-то. Не знаю сколько, но не менее семи. Семи полные. И обратно поехала за рулем села Галина Александровна Загуляева. И все. Приехали тут скорее варить варенье. У кого нет, то старые они ходят. Там по ведерку разнесли. Десятину бабы. Батюшки скинули. Заехал, вывалил там ведро. Нашел у них Сергей Павлович. Вот. Вчера интересно так. Сижу я, беседую. Мне кричат. Батюшка идет. Батюшка идет. Мать Асаким заходит. Дело есть. Ну, да дело, думаю, за дело. Согласна он. Такое-то там. Такое-то Дионисий священник. Такое-то. Что-то справляет. Что-то такое. И там будет архиерей. И ему приглашение Асакиму. Мне надо ехать туда. Как ехать? Я бы не дал Сергея Пупкову. Так что же не дать-то дал. Батюшка сидел рядом, склонился. У меня правую руку сразу в руки свои взял и поцеловал. А я его за рукой поцеловал. И все заулыбались. Я говорю, ты видишь, вот как все. И Сергей, он поговорил. Сергей свозит и привезти обратно. Не ждать ночной поезда. Еще тут встречать. Ну, как-то такой день радостный весь идет. Я сижу за столом. В окно вижу привезенный голубь. У меня женился здесь. С подружкой летает он. Лежу. Еще там пристали. Все как ватам стерильное белое. А голубое небо. Ну, а я обедаю. И они заворачивают на эту сторону. Обычно им лететь на другую голубятню. А тут именно перед окном, где я сижу, обедаю. Ну, так интересно, как будто меня порадовать. Ну, все такое вот прекрасное. Чудное. И такие маленькие перистые облака. И ветерок дует. Ну, как там были мы. Потом отсчет об этом, что не очень активно ягоды некоторые собирали. Фрося рекорды бьет все. И Фросиня дробит. Больше всех. Взяла отдельно ведерко и одна набрала. Вот, как у себя Татьяна звонит. Узнать, как я тут. Слава Богу. Благослови ее, Господи. Первый звонит. Володя. Вот. Спаси ее, Христос. Ей отослали. Нашим болящим. А вчера тут на новой косилке купил барабаш за 100 тысяч. Интересно, такая круги крутятся. Лисички называются. Польского изготовления. И заехал на мой участок, где я живу. А тут трава растет, ничем не занята. Трава в рост человека. Никогда не помню такой травы. Дожди. Дожди были. Дожди дал. Дальше все прет тут. Все скосил. А мне надо... А он идет, там молотит все на пути. Ей как нужды нет. А я кошка говорил. Предупредите, когда придете. А я вон не предупредил, зашел. И я забегал тут скорее. Палю нашел. Спрятал в избе. Рыбы дал. А бустки нигде нет. Кричал, кричал, нет. Но если она в траве, а не мышей ловит. То там лапша одна будет с нее. Но где-то откуда-то она с крыши, что ли, забежала. Я ее зовут. А я ее тоже схватил. Рыбы дал в комнату. Все. И опять хорошо обошлось. А теперь трава поваренная. Все теперь. А там, где на разворотах он не взял, Володя пришел, литовкой косой все выкосил. И тоже все хорошо. Виталия мы Калинникова отсадили. Никуда не берем сейчас. Только работает. И приехал отрабатывать. Дрова колет. Там большая куча уже. Иди. А то тебе барабаш ставить будет норму. Часов-то какую ты выработал. Ты ему 80 часов отработать там. За неуплату алиментов. Или еще такое там. Я не вникаю в подробности. Вот. Ребятишки целыми днями только купаться, купаться. То мальчики, то девочки их водят здесь. Купались на Южном. Там безопасно. А сейчас наводились сюда. Называется лагерный пруд был. Лагерный. Где купались всегда. Ну, сам не хожу никогда. Но наказывай. Никуда не отплывать. Вдоль берега. Под тобой там метр воды. Зачем дальше-то? И вытаскивать тебя труднее будет. И не надо. Вот такое дело. И вот такой день весь прошел. Побеседовали. Мне вопросы тут задавали. И Оля, и Галина Александровна. И Марина Христенко. Такой чудный, прекрасный, прошедший день. Все наши ресурсы показать можно. Некоторые не знают. Я очень люблю мой мир. Очень. Настолько совершенная система. Ни с какими контактами, одноклассниками близко не сравнишь. Ну, ее ужали. Ну, было как. Несколько кнопок нажмешь, и десять тысяч человек одновременно получают от тебя пять тысяч знаков. Или двенадцать фотографий. Одновременно сразу. Это вообще. Но потом все это урезали. По одному сейчас все делаешь. К нему привык. Вот. И второй это наш, как называется, ленточный православный форум. Тысяча шестьсот тем. Ничего не добавляю, ничего. Просто люди приходят и... И вот видеоканал. Наш видеоканал. Один за тысяч семьсот видеороликов. Здесь. Вот. Приехали за Гуляева и еще Виталий, Сергей. Сорок восемь за сорок четыре. Помощники на кухне. Пятьдесят девять. Дровишки несут. Вот. Охранять оставлю без присмотра на дороге нашу машину. Такие вот. И еще что тут. Опыт, с чего приобретать. Если бы в углу просидеть жизнь надумал. Вот видите сколько. Там пятьдесят, тут пятьдесят. Уж дальше не беру. И наш очень большой православный библейский сайт. Главное это вопросы, ответы. Четыре тысяча сто двадцать четыре. Ну и все такое. Думаю, что на этом сегодня все. Ну и все. Так.